Начинаем запись, четвертая неделя и понеслась. Что нам, какие темы на этой уикенде будем рассматривать. Основные это затронем рекурсию, вскользь, чуть-чуть поговорим о ней. Дома задачки поделайте на coding back, там есть под рекурсию два раздела, то надо будет сделать один первый, второй сложный. И поговорим про дженерики, параметризацию. Будем делать ее в наших структурах данных и теперь будем работать, когда будем писать структуру данных, сугубо с дженериком. Как они упрощают жизнь, почему, что, да как. Также сделаем общий проект и рассмотрим несколько паттернов проектирования. Я думаю, это будет билдер, его рассмотрим. Рассмотрим то, как работает стринг, почему он работает долго и сравним его с билдером. И рассмотрим бинарный поиск. Так, по поводу рекурсии. Что такое рекурсия? Рекурсия это вызов метода, когда метод вызывает сам себя, начиная. Вот так. Интересная штука. Давайте посмотрим пример без рекурсии, когда метод вызывает другой метод. У нас есть такой примерчик. Есть метод А, он внутри себя вызывает метод Б, потом выводит на экран внутри А. Метод В, Б вызывает метод С, потом выводит инсайд Б. Метод С выводит инсайд С. Какой будет порядок вывода на экран сообщений? С, Б, А. Если мы запустим, то действительно таки будет. Сначала выведется С, потом Б, потом А. Что здесь происходит? Смотрим, как оно работает. Ставим... Брейкпоинт на А. Я убираю. И запускаем в дебаг режиме. Мы вызываем метод А. Заходим в метод А. Метод А что делает? Метод А вызывает метод Б. Заходим в метод Б. Метод Б вызывает метод С. Попадаем в метод С. Смотрим здесь. Это стек вызовов методов. Вот у нас открыт метод Мейн. Он открыт, он еще не закончен. Открыт метод А. Открыт метод Б. И открыт метод С. В консоли еще у нас ничего не вывелось. Потом метод С. Что он делает? Он выводит на экран инсайд С. Мы это сделаем. Вот он вывелся. И смотрим. Метод С еще открыт. Дальше он закрывается. И мы возвращаемся куда? Там, где он завершается. Кто нас вызывал? Метод Б. Попадаем в строчку кода инсайд Б. Выводим ее. Дальше что будет происходить? Дальше у нас метод Б закроется. Завершится. И мы попадем в метод А. Метод завершается. И программа возвращается в то место, где метод вызывался. То есть такой себе портал. Выводим метод А. А завершается. Попадаем в метод Мейн. Метод Мейн тоже завершается. Ну и SystemExitCode 0. То есть программа завершилась. Это вызов методов без рекурсии. То есть рекурсивная тут ничего нет. Рекурсия это когда метод вызывает самсиний. себя. У нас есть метод Мейн. В нем вызывается метод А. Метод А что делает? Он выводит на экран инсайд А. И потом вызывает метод А. Тут даже видите такой кружочек. Метод рекурсивный. Идея показывает. Сколько будет происходить эта операция? Пока не ляжет. Да. Пока не ляжет. То есть вот эта вот штука, когда стэк вызывает методов, да, она ограничена памятью. То есть есть условно у нас оперативка поделена на стэке frame. Методы открываются в стэке. Стэк в основном там где-то 1 мегабайт занимает. И пока методы вызываются, они открываются. И память переполняется. И будет предел, когда она переполнится, и будет ошибка стэк оверфлоу. То есть если мы запустим эту штуку, у нас появится куча вызовов метода А. И где-то тут будет ошибка. И короче, все печально. Что будет, если я сделаю вот таким вот образом? Поменяем местами вызов метода и вывод на экран. Да, будет ошибка. По идее, вывод не должен будет появиться, потому что мы к нему физически не дойдем. У нас только одна ошибка. И вот она стэк оверфлоу. Рекурсия штука прикольная, интересная, как-то она работает. Но есть обязательные условия. Чтобы не пользоваться, нужно писать условия выхода из рекурсии. Иначе, если вы не напишите это условие выхода из рекурсии, вы зациклитесь и программа ляжет. Есть у меня несколько примерчиков с рекурсии. Есть она и в базовом видео. Есть у меня метод, в данном случае это не A, а метод F, который принимает число 10. Он говорит красный, потому что мне его надо раскомментировать. Метод F, нет, у меня метод F, да? А вот он. Метод F, чем-то похож на метод A. Нет, у вас был, да, метод F? Был. В тестах. Тут от 10. Что будет происходить? Метод F перенимает какое-то число. Проверяет, если и меньше единички, тогда что мы делаем? Вертёр. Выходим из метода. Если это не так, то мы что делаем? Выводим это число на экран. И дальше что? Вызываем метод F, но передаём сюда кого? Наше число минус 1. То есть, по идее, если мы сюда передадим 10, проверим, 10 меньше единицы? Нет. Выведем 10 на экран, передадим 9. И так получим вывод от 10 до 1, да? Когда передадим 0, ну, пойдём. Будем возвращаться, и, в принципе, всё. Но тут самое интересное, что методы будут открыты все, пока мы дойдём до 0. И закроются только в том случае, когда мы уже... нашли поочерёдно. От 10 до 1. Как они работают? Ну, смотри, вызов метод, да. Ну вот, стейк методов. Вот, и у нас 3. Идём дальше. 2, 1. И вот все методы открыты, да? Метод F, он открыт. Тут метод F, который мы передали. 10, 9, 8. Вот уж. Сейчас открыт этот. Идёмте дальше. Передаём 0. И... Вот он. Что начинается? Начинается самое интересное. Да, она сразу так. Ну, они будут закрываться поочерёдно в той же последовательности, ну, в обратной последовательности, как они открывались. То есть, тут она сразу их всех закрыла и вернула в Мэй. Ну, в общем, вот так вот. Что у вас было? У вас было... Задачка, когда мы что делали? Мы получали какое-то число, да? Там получали 1. 1 мы получали. Угу. 1. 1. 1. Меньше 10. То мы делали плюс 1, да? Да. И ещё раз чистаем аут. Тут будем передавать единичку. Ещё один раз. System.Alt. Так вот. Угу. Только без принтована просто принт. Ну, чтоб строку выигрывали. И там без проверки. Я понял. Так вот было. Дебаг режим у нас открыт. Заговариваю. Закрывать. Больше 10, да? Больше равно. И меньше лист. Мы там не возвращались. У вас return не было. Я понял, что у вас было. У вас было вот так вот. Да? Угу. Можно сделать и так, и так. То есть, либо return, либо просто не попадаете в метод. Тут будет неявный return void. Когда вы доходите до конца. А так был явный return. Ну, вот такая вот штука у нас получается. То есть, что получаем? Получаем единичку. Единичка меньше 10. Выводим на экран. Передаем двоечку. Попадаем сюда, да? Выводим двоечку. Получим, возвращаемся. Ну, передаем сюда троечку. Раз, раз, раз. И потом выходим обратно. Сейчас сделаем. Ставим breakpoint. Вот. И равняется единичке. Передаем. Выводим на экран единичку. И вызываем метод f, но уже с двоечкой. Попадаем в него. Выводим двоечку. f с троечкой. И так идем до тех пор, пока, пока, пока у нас вот. Девяточка, все good. Десяточка. У нас тут пишется и равняется 10. И сюда не попадаем. Идем сюда. Стэк вызова метода, вот у нас есть. И возвращаемся куда мы? Возвращаемся сюда, в метод, где и равняется девятке. Ну, и выводим эту девятку. Возвращаемся в метод, где и равняется восьмерке. И так, по самому я не хочу. Стэк вызова закрывается. Единички. Ну и все. Завершили программу. И там было изменение, в том, что если мы поменяем и плюс один на стула, и плюс плюс. И вывод должен либо поменяться, либо не поменяться. Нам надо было сказать, так или не так это будет. И вывод меняется вообще в такую вот сторону. То есть от одного до десяти и до двух. Давайте посмотрим, почему. Все делаем вот этой вот коварной операцией. Смотрите, когда мы делали и плюс один, то находясь в методе, где и равняется, допустим, семи, да? Вот тут мы зашли в метод, и равняется семи. Мы вывели сем на экран. Делаем и плюс один. Передаем этот метод в восьмерку, да? Но в этом методе и по-прежнему остается равняться с семи. Потому что и плюс один, оно не перезаписывает и вообще никак. А плюс плюс и, что делает? Оно берет семерку, увеличивает ее на единицу, перезаписывая. И потом передает в восьмерку. Но в этой строчке кода, если мы посмотрим дальше, то и уже будет не семь, оно уже будет перезаписано на восемь. И поэтому вы дойдете не до девяти, а до десяти. И вернетесь до двух. Ну, то есть, чисто теоретически, вы попадаете сюда, когда девять, передаем сюда десять, возвращаемся обратно в метод, где должно быть девять, но это у нас перезаписалось на десять. Вводим десять, и потом возвращаемся каждый раз, и у нас и будет увеличено на единичку. То есть, получается, в такой записи будет сначала увеличено и на один, а потом уже передано на значение на десять. Я вот посчитал так, но там уже в конце сомневался, что в единицу, почему мы ее не вернемся в конце. Ну, потому что она уже была перезаписана. Вот это вот, и мы никак не перезаписываем. Мы просто в метод передаем дальше. А если и плюс-плюс? И плюс-плюс. Передаем единичку. единичку. И мы продолжаем каждый раз передавать единичку. Мы сначала передали, а потом увеличили. Передали, а потом увеличили. То есть мы, прежде чем увеличить и на единицу, мы передаем и, а потом, по идее, мы ее должны будем увеличить. Но каждый раз мы передаем единицу и пытаемся ее передать дальше, а потом уже увеличить. И поэтому у нас получается стек оверфлоу. Использование функции считается конгенерацией. То есть вот эти вот инкременты, постфиксальные и префиксальные, это не лучший способ использования их в рекурсе. Тут уже надо явно понимать, что они будут, либо не будут. Так. Вот такой пример. Дальше что мы делаем? Дальше мы возвращаем сюда десяточку. И смотрим такой пример. Передаем единицу, точнее десяточку. И если ноль, то мы возвращаемся. В другом случае вызываем метод с девяточкой. Какой здесь будет вывод на экран, по идее? Смотрите, вывод у нас появится только когда. Только когда мы закончим рекурсию, да? А рекурсия закончится на нуле, но вывода нет. То есть рекурсия тут будет от одного и до десяти, по идее. Хотя мы передавали сюда десять. Десять передаем, вызываем метод девять, вызываем метод восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Ноль не проходит. И возвращаемся сюда. Один, два, три, четыре. Так дальше что мы подобно. Такой метод. Чуть-чуть еще сложнее. Передаем десятку. Если ноль, возвращаемся. Чем-то похож на ваш, что из тестов, только не единица десятка, не плюс, а минус. Ну, по идее будет сколько? От десяти до одного. И от одного до десяти. От десяти до одного. Ноль нет. Ноль нет. Ноль мы возвращаемся. И от одного до десяти. Ну, вот такая вот она рекурсия. Рекурсия. В угла, если спросить, что такое рекурсия, он у нас постоянно будет говорить, вы имели в виду рекурсия? И он будет над вами шутить. Вот так его образом. Такой он юмор. Так, это мы закомментируем, чтобы не падать. Так, уйдем чуть-чуть от рекурсии и рассмотрим пример чего. Тоже на собеседовании, которое дают. Нет. На днях в тестах. Встречал и как раз сбросил мне товарищ. Про вызов методов. Есть у нас класс король. В нем есть обычный конструктор. Самый простой. Я вызываю конструктор кина. И в нем есть вызов метода спич. Метод спич. I am the king of the undels. Дальше что? Iris Targaryen. Это у нас уже под игру престолов за кос. Наследуется от короля. Есть у нее вызов конструктора. И в котором в системе от println инициализация каких-то полей. И тоже метод спич, который оверрайдится. Жечь victim name. То есть вызвали конструктор, проинициализировали. И сжигаем кого-то. Дальше что? И самое третье. Это у нас королевство. В королевстве что мы делаем? Мы создаем вот таким вот образом наш объект Targaryen. Да? Какой будет вывод на экран? Ну, первый, короля. Спич. Не, не, не. Спич его будет, а вывод тот. Открою еще раз. Что-то в королеве. Король. Такой вызов. Таргариен. Такой вызов. Ну, и вот само королевство. Так не перетащится. Давайте это снизу. Спилиться горизонтально. Ну, вот так. Как мы будем его создавать? Ну, какой будет вызов сходу? Прикиньте. Вызов у нас получается вот такой вот. Вызываем конструктор кинга. Сжигаем null. То есть метод спич короля этот вообще не вызывался. Дальше что? Вызываем конструктор алиэст Таргариен. И дальше сжигаем линус старт. Как-то вообще вот так вот. Да, все. Смотрим, как это все будет происходить в дебах режиме. Когда мы вызываем конструктор Таргариен, мы же знаем, что он у нас наследуется от кого? От кинга. И поэтому неявно будет вызываться супер кинг, да? Без никаких параметров. После этого вызовется вот этот вот коллинг кинг конструктор. Дальше мы должны будем вызвать метод спич у кинга. Но в чем дело? Мы же знаем, что мы переопределили этот метод. И этот метод у кого будет вызван? Он будет вызван у Айрис Таргариен. Который говорит burn, victor, victim name. Но victim name у нас еще не проинициализировалось. Потому что в эту строчку кода мы еще не попали. Поэтому вызывается нул. Сжигаем ноль. Дальше что? Мы возвращаемся снова в короля. В этот метод. Завершаем конструктор супер кинг. Ну который неявно. И возвращаемся сюда. Инициализируем поля. Вызываем метод спич. И все. Почему мы сожгли нул? Потому что когда мы вызывали метод спич. Вызывали мы у кого? Здесь его. А victim name чему тогда равнялось? Оно еще ничему не равняется. Оно не инициализировано. Мы, грубо говоря, находимся еще здесь. В конструкторе. В этом конструкторе. Где victim name еще в эту строчку кода мы даже не попали. Оно еще нул. Поэтому мы сжигаем нул. А потом мы уже возвращаемся. Выходим из класса кинг. Попадаем сюда. Сюда и инициализируем. А потом уже вызываем метод спич. Который у нас с victim name. То есть вот такая вот зависимость идет. Один другого. То есть как бы явно ты смотришь. Так вот тут все просто. Раз, раз один вызвался. А потом думаешь. Черт. Почему такой вывод получился? Ну такие примеры можете встретить. Есть ресурс. Называется quizful. Может слышали. Может не слышали. Там есть тесты. Есть там тесты по базе. Тесты по ООП. И тесты эксперт. Можете порешать тесты по базе. Они довольно-таки коварные. Вот в таком плане. На Trello забросили ссылочку? Да. Я заброшу ссылочку на Trello. И там 20 тестов. 20 минут дается. Ну тупо тесты все. Отвечаешь. Немножь галочки. Но их пройти действительно очень сложно. То есть они вот все такие заковыристые. Хорошо в чем? Хорошо в том, что они дают объяснение в конце. А вы там должны набрать какой-то определенный минимум, чтобы получить эти объяснения. То есть если вы там 4 вопроса ответите правильно, она может почитать вас забота. По что вы пытаетесь просто слямзить. Не-не-не, чувак. Ты слишком плохо отвечаешь. Читай спеку. Не, может идет дольше просто. Ну и все у меня. Прошел, да. У меня тормозит скайфон. Так, рекурсия. А, по поводу рекурсии, что вам нужно будет поделать? Самый замечательный ресурс. Кодинг-бет. Тут лишнее. Тут есть Java, Python. Ну и рекурсии на день. Примерчики. Примерчики по горизонтали усложняются. Не так по столбикам, а по горизонтали. Нереально меряют. В плане усложнений делаются. И первый пример. Нужно посчитать фактериал такого-то числа. Можно все сделать как бы с циклами. Программа это захалывает. Но они как бы вам пишут. Сделайте без цикла. То есть оно никак не контролируется, не проверяется. И вы уже с помощью рекурсии пытаетесь как-то посчитать фактериал. Потом запускаете тест, и оно вам проверяет. Обычно если сильно отличается от сам текст программки, мы пишем сразу. Мы сделали так. Ну, вот банально, что такое фактериал? Фактериал это... Мы каждый раз умножаем число на предыдущее число. То есть фактериал 5 это будет 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4, умножить на 5. Можно было бы вернуть там... Как мы можем? Первое, что надо условия выхода сделать. Материал как мы можем сделать? Если, мы знаем наверняка, если n равняется 0 или n равняется 1, вернуть 1. Да, фактериал 0 и фактериал 1 равен 1. То есть это условия выхода. А дальше что мы будем? Дальше мы будем вызывать метод фактериал. Передавать сюда n-1 и умножать его на n. То есть по сути фактериал 5 это что? Это 5, умноженное на фактериал 4. Фактериал 4 это 4, умноженное на фактериал 3. И мы будем делать такую вот штуку. Запускаем. Смотрим. Тесты проходят. Все правильно. Ихния solution. Ихния solution. Они не всегда solution показывают. Солюшен? А вот solution. Ну вот, if n равняется 1, return 1. То есть все то же самое. Только они 0 не проверяют. Но у них нет в тестах. А если 0 приходит? Сейчас посмотрим. Они нигде не передают нам. Поэтому, ну тесты не прописаны. А у них бывает такая штука, что ваши тесты могут пройти, а others не пройти. И вы думаете, блин, а что ж там не прошло. Бывало такое. Да. Забыло и сидит. А ну нафиг. Next. Ушиные ушки. Ой. Зайщие ушки. Ушиные ушки. У нас есть какое-то количество зайк. У каждого зайки 2 больших ушистых ушка. Надо посчитать общее количество ушей, кроликов без циклов и так дальше и тому подобное. То есть вам передается количество кроликов, вам надо их посчитать. Банально это можно сделать без рекурсии как? Банис умножить на 2. Да? Правильно? Там передается количество кроликов. Знаем, что у каждого кролика по 2 ушки. Гоу. Все проходит. Но вы никакой рекурсии здесь не используете. Они хотят с помощью рекурсии. Мы такие. Ну вот. Мы знаем, что Если 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 один кролик, у него 2 ушки. В другом случае, что мы будем делать? Будем возвращать Метод Метод Банни Передавать Куда? Кого Сюда Банис Минус Один И Всегда Личевая Довочка Поправляем Поправляем И все будет. Ну и Единственное, что регистрируйтесь. Тогда ваши задачки будут сохранены под профилем. А то перезайдете в другой сессии и все. Число фибоначи. Число фибоначи. Это интересная задачка. Это самая популярная рекурсия. Да. Так там могу еще потом скинуть примерчик с фибоначи. Там, где надо будет расставить скобочки. Сделать не так, чтобы один, два, три посчитать, а чтобы использовать только нули и единицы и сделать из этого математическое предложение. А, вот есть версия два ушей на кролике. Снова наши дайки стоят в ряд. Один, два и так дальше. От Банис. Нечетные. Нормальные с двумя ушами. Четные. Два, четыре. С каждым имеют три уха. Потому что каждый поднимает лапку. Рекурсивно вернуть количество ушей в линии кроликов от одного и дальше без циклов и мультипликейшнс. Умножение. То есть они как бы шарят, что вы можете умножить. Нет, не оно проходит. А как вы считаете, если у нас у Люка кролик, он без ушей, но он сладкий или без сладкий? Ну его нет. Условия выхода. И в банис равняется 0, возвращаем 0. Что у нас еще дальше будет? Если кролик четный. Деление с остатком. Да. Деление с остатком. Поделить на 2. Если 0, то мы что возвращаем? Возвращаем bunnyEars. Передаем сюда банис. Да. Пользуем еще метод. Отнимаем единичку. И плюс 3, да? Это счетный у нас имеет по 3. И в банис. Ну, можем else воспользоваться. Звездочек дает не за крутость исполнения, а по количеству задач, там, определенный процент. Нет, товарищ как-то. Думал, почему мне звездочку дали за эту задачу, если я с 5-го раза сделал, а эту с 1-го раза не дали. Долго не мог понять. Весело было с него так поржать. Ну, все решаете, все звездочки будут. То есть, грубо говоря, там за каждые 3 задачи дается звездочка. Ну, и идете. Чем больше сделаете, тем круче. Ну, тут все по усложнению. И поэтому, как бы, предыдущее решение помогает вам сделать нынешнее. Как-то вот так вот. Ну, последнее. До нас строка не пустая. Substring. И какой-то substring, да. Рекурсивно посчитать самый большой substring, which starts and ends up and returns its length. Ну, вот, по сути, вам передают какое-то... По чем делать substring? По cat. То есть какое-то слово. Находите начало cat и конец cat. И считаете, сколько всего будет тут слов. Ну, буквы. Передается cow, ищите начало и конец, где cow встречается. Встречается она только здесь. Поэтому substring вы можете сделать только по этим трем буквам. Возвращается 3. Снова cat. Ищите начало cat. И конец cat. И возвращаете длину вот это вот. И это все надо сделать рекурсивно. Давайте посмотрим, что они предлагают. Хорошо. Ой, да. От нас же вроде интернет. Я просто хочу поставить такие примеры, а не дают вот. Cat cow. Вот вообще. Передают cat. Вот cat. То есть можно и тут было бы обрезать cat, а можно и тут обрезать cat. Икс. Игрик. Один. Зет. Вообще не встречается. Зет один. Ноль, ноль. Хай. То есть хай, хай. Максимально. Тут хиф. Вот. О, один. Ну, вот такое вот заковыристое. И это что-то для рекурсии надо сделать. Придумать алгоритм, как его написать. Такое, да? Очень такое. И для соборного утра. Ну, на самом деле, вот сходу тогда сложно. А когда вы постепенно будете его делать? Там хоть один... Тест прошел. Законходит, да? Ну, можно. Окей. Что еще там у нас на повестке дня? На повестке дня давайте сделаем переменку. После переменки мы сделаем общий проект и рассмотрим дженерик. Своя папочка с синеньким квадратиком. Это называется модуль. Каждый модуль независимый от другого модуля. Если у вас будет какая-то ошибка компиляции в каком-то модуле, другой модуль без проблем запустится. В чем хорошо? В том, что если кто-то на боках порит один, вся группа не будет ждать, пока он исправит свою ошибку. Каждый модуль будет принадлежать отдельному конкретному человеку. Там будет своя структура, свои задания и так дальше, и тому подобное. В каждом модуле будет свой помник. То есть, то, что вы делали для своего проекта, модуль будет делать то же самое. Но тут будет более все универсально. Почему? Потому что, по сути, все мы используем одну и ту же самую, те же самые библиотеки. И мы можем не прописывать в каждом поме вот эту отдельную депенденцию. У нас может быть один супер пом. Он называется root. То есть, корневой помник. Где будут прописаны эти все депенденции, билды. То есть, у него тоже будет группа ID, артефакт. Все то же самое. Но у него будет ссылка на другие модули. То есть, тут вы должны будете указать имя модуля. А в этом модуле вы должны будете указать парента. В своем. То есть, высказать родительский модуль. Это тот, на который вы ссылаетесь. Группа ID вам уже не нужен будет. Так как он у всех будет одинаковый. Нужен будет артефакт ID. Только свой указать. Version. Что бы это все сделать, что нам потребуется? Нам потребуется общий репозиторий. Я его сейчас создаю. Новый проект. Группа ID. Называю. UA. Артефакт ID. ACO 20. Team project. Team project. co20. Team project. Team project. Team project. Финиш Не видно Создалась у меня Такая вот архитектурка Что я хочу Я хочу создать отдельно свой модуль Что я делаю Нажимаю на корень Но прежде чем хочу создать модуль Я пропишу Сюда вот эти вот Макита мы еще с вами не знаем Он у меня горит красным Потому что говорит Чувак я не знаю Такие модуля Не беда Мы их пока не будем добавлять Вот эти вот Макита и Джейсон мы с вами тоже еще не знаем Нам рано их Ну вот Макита здесь Малден Малден Мы бы не кушали Показываешь Как помни Нет Там есть? Малден Вы его добавляли сюда? У нас есть вкладочка Malden. И вам либо перетащить, либо через плюсик. Ага, чуть-чуть я забыл. Будет у нас вот такой вот проект. Нет, я его сейчас выложу на github. То есть он у меня есть. Что мне остается сделать? Мне остается... Я спрашиваю git status. Он мне говорит, оу, это не git репозиторий. Надо его сделать репозиторием. Я делаю git init. Теперь это репозиторий. Git status. Он говорит, есть такие файлы. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, я не хочу их, чтобы все у меня добавлялось. Поэтому в корне проекта я создаю файлик. Называю его .githignore. Тут я перечислю те файлы, которые я не хочу, чтобы пушились на репозитории. В основном это какие-то системные файлы. Я не хочу, чтобы пушились такие файлы, как папочка идея. Можно все тут. В скопипасте список уже готовый. Да. А там дикты.gnore. Да, там есть. Я не хочу, чтобы eml расширение, эти файлы. Я не хочу, чтобы что еще у меня постилось. Папочка out возможно будет. Папочка target. Ну, в принципе все. Как только я это сделал, я спрашиваю git status. Он говорит, чтобы запушить, есть два вот этих вот файля. Я говорю, окей. Добавляю их. Делаю commit. Первый commit. init. В основном называются init. И хочу сделать push. Да. Он мне говорит, о, чувак, у тебя тут не знаю куда пушить. У тебя он локально расположен, этот репозиторий. Но удаленно я не подвязан никакому репозиторию. Поэтому подвяжи меня. Но фишка в том, что у меня нет удаленной репозитории. Я делаю new. Пишу его имя. Создать репозиторий. Он его автоматически не создает разве? Нет. Почему? Потому что не только github, а единственный ресурс, где вы можете создать репозиторий. Есть как бы перечень таких. Ну да. А мы тут не указываем на github. Нет. Ну мы сначала, смотри. Когда мы создаем репозиторий на github, он говорит, создать новый репозиторий или уже существующий репник сюда привязать. Я, в принципе, сделал вот эти вот команды. Мне остается сделать git remote add origin и вот эту вот команду написать. то есть то, что мне предлагают сделать здесь. Вставляю, не то я скопировал. Скопировал. Дальше git push origin master push username ввожу свой. Пароль тоже свой. Он его запушил. Новая бранча. Мастер. Обновляю страничку. Есть у меня репозиторий свой. Что теперь мне нужно от вас? Мне нужно, чтобы вы каждый сбросили свой никнейм. Скайп подбрасывайте. Я вас добавлю к этому репнику. И тогда у вас тоже будет к нему доступ. Вы сможете без проблем пушить, коммитить. Ушли уже. Да, я вижу. Не приходится. Ничего. Отправили, да? Да, вот. Дальше. Первый. У вас должны... Приходить обращение, да? Да. И... Тут у вас звоночек засветится, вам нужно будет подтвердить. Саша, а у тебя какой? Не пришел? Не, не пришел. Александр Иванович, муж. Большой, да? Где? А, вообще. Все. Ну, вообще сначала на почту, а потом перебрасывается, наверное. Ну, может и не те кто. Вот двое уже добавились. Оно у нас не светится, да, в наших оппозиториях, что мы подключены к какому-то общему? Это в настойках праздника. У меня звоночек сработал. Вроде не светится. Вроде не день, не знаю, я. Оуэ, лоэс, репозиториус. Нет, есть. Ее репозиториус есть общая, да. Есть, да? Дорогие-то, целые два таких проектов. Что вам нужно сделать? Вам нужно склонировать теперь этот репозиторий. К себе куда-то. Дорогие-то. 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 Все посключились. Все хорошо. Гид-клон. Так он же здесь так и называется. А, ну то твоя директория куда-то кидает. То есть клонируете либо интерактивно, либо через командную консоль, git-clon и что-то. Когда вы это все сделали... Ну и шейк нет. Что мы делаем дальше? Папочка сорцы была, но она не запушилась. Зайди на репозиторий, который ты клонировал. Тут только два файла. Мы же не исключали с акцией проводить. Нет, но там папочка пустая. Абсолютно. Он не пушит то, что еще не содержит. То есть это как бы файл, в котором ничего нет. Что вы дальше делаете? Ну и создаете, открываете свой проект. Открываете как new, java, next, next. Указываете путь к своему склонированному проекту. Какой-то у нас это был. java, это если через... Ну да, если он у вас уже открыт. То есть у вас открылся проект, который вы клонировали. Все. У вас же должно быть что-то наподобие этого. Может быть без сердцов, да? Без сердцов, да. Идея есть папочка? Есть. EML есть. Все супер. Помник есть. Помник добавили или не добавили? А он автоматически. Вообще супер. Добавляется сюда помник. А gitignore тоже, да? Да, gitignore есть. Он не исключен. Что вы дальше делаете? Дальше делаем new модуль. Это на самом проекте, да? Да. Модуль называете... Пожалуйста. Своим именем. Чтоб никто другой не лез. Вот модуль name. Finish. Все. Модуль у вас добавился. Там даже папочка SRC создалась. Модуль там большой, маленький, буквально. Лично разливаешь. Чтоб... Чтоб это был ваш. Лично. 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 Что теперь вам нужно сделать? заходите на свой рабочий проект. Да? И, грубо говоря, вы копируете папочку SRC. Сделаете копию. Переходим обратно в Team Project. Открываете свой модуль. Эту папочку SRC я удалил. Чтоб она мне не мешала. Конфликтов не было. И в модуль делаете что? paste того, что вы скопировали. Сейчас посмотрим, он спейстится. Но он предлагает addfiles to git. Вы все добавили. Но у вас SRC по-прежнему... Так, давайте мы их не будем так добавлять пока. Видишь, она конфликтует, она сразу все переименовала. Везде путь указала. Как сердце дамы. Поэтому, прежде чем сделать так, мы сделаем другую операцию. Давай. Мы добавим сюда помник свой. Сначала. Берете свой помник. Но эти сердце убедаем, да? Которые бросили? Да, можно удалить. Помник? Да. Создаешь помник. В помнике нужно будет сделать модификацию. Вам не нужно будет... Да. Newfile.pom.xml Что вам нужно будет сделать в помнике? В помнике вам нужно будет... как, так... В помнике... Парент. указать что-то наподобие такого я в skype сброшу может сейчас скайпе не сброшу но он теги распознает по-другому сейчас я это запущу сделаем по-другому windows team project вот мой помник я говорю что parent у меня будет aco 20 team work version такой мой такой 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 и в рутовском помнике в модуль я добавлю модуль я назову его Евген но его даже подставляет enable auto import и он сразу его добавляет сюда при том говорит что один рут другие дочерние что вам нужно сделать пачки диалоги get add что вам нужно сделать пачки диалоги get add так смотрим появился модуль дополнительный вам нужно сделать git pull по идее Но изначально он не даст сделать git pull, нет, git pull даст сделать, надо будет сделать git add, git commit, а потом уже git pull. А получается вас приспрашивает, что добавите новый новый project? Да, добавляем. Давайте посмотрим. Добавляем git pull. Да, да. Добавляем git pull. Добавляем git pull. Добавляем git pull. Ну да, тут еще ничего нету. Давай мы его пока удалим. Да, по помник удаляешь. И делаешь git pull. А помник это твой удалить надо, да? Или пускай он висит? А, пускай висит. Помник слой есть. Что мы делаем? Висит творог, да? Висит пиш мы нашли добавить cool. Добавляем чеснение page к пишу. gith, pus, pus. dameno 3. JAIL, 1. Что тебе нужно? Тебе нужна копия. Смнел добавим. Единственное, что ты его обзовешь по-своему. Смнел добавим. Смнел добавим. Смнел добавим. У тебя есть свой модуль, ты это сделал, ты это сделал, еще здесь можно сделать. Сделаешь Ctrl D, вставляешь раз, отгоняем здесь, он у тебя уже появился. Продолжение следует... Вспомним, конечно. Дальше. 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 Другой проект, по-другому назывался version, но чуть-чуть по-другому. У меня такой вот, а parent, ну, чуть-чуть другой. Так, у тебя видела. А, version 1.0 snapshot. Да, все верно. И там не Teamwork, а Team Project. М-м-м. Му-м... Му-м εκaaS. Му-м-м. Му-м. Му-м. Метсв. Метсв. Продолжение следует... 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 Да, ты соглашаешься, ты не совсем соглашаешься, он тебя сходу запулит, пул можно делать как, VHS, git, пул, все. То есть нам всем можно это сделать? Ну сейчас нам всем можно это сделать, потому что произошли какие-то изменения. Ну попробуйте сделать push, оно зареджентит по идее. Ну вот я только что сделал push, а потом пул, оно говорит no items, потому что ничего не было. Зайду на репозиторию, обновлю и помимо моего модуля появился еще один модуль. Сначала себя запросим. Пусть делаешь git pull банально, либо в интерактивном. Это нужно снять WK. То есть... Чё? Ты пишешь свои изменения сначала закоммит. Ты свои закоммит, делаешь. Ты просто пишешь, оно сразу включится. git add. Пробил точку. Ну да, чтоб их не перезателить. Должно их закоммит сначала. git add. Пробил точку. Ну да, чтоб их не перезателить. Должно их закоммит сначала. Да. Так же красивенько. Только обычный. Угу. Человек pull делала через концерт. Поэтому оно у тебя так. Если бы ты pull делал интерактивно, оно тебе красивенько будет делать. Да. Ага. Вот git push. Наверное, pull сначала. Да, да, да. А, я push уже? Да. И попробуй сейчас сделать через консоль. Ой, через консоль, а интерактивно. Я вообще не выбираю. Origin и мастер лучше. Да, чтобы везде выбирать. Да. Origin этот. Origin это на git, а мастер это 2g. Да. Ящи его просто пометить. Ящи его просто не изделяю. И что здесь сделаны. Ааааааа. Да. Пока ничего не перезателять. Да. Посмотри. То есть он не ер. Ум. У маржи это сла. Ум. Я сделала пусть, что вы коммитятся. Тебе тоже стремитесь сначала к изменению. А? Ну маржи это уже предлагается, потому что идет смешно. Угу. Просто после еще 1м, у меня это закал. А. ты уже смешала, да? Угу. Угу. У тебя есть какие-то изменения? Пробуй гид-марш. Да. Не, 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 так, по-моему. Без апелляции? Ну, мы не можем что-то делать. Затем идти, да? Да. Да. Как думали, фотоэффицируем? Так, один себе. Так, один себе сделаем. Вот сделаем. Хорошо. 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 Здравствуйте. Завелся наполнительным概念. Я тоже, да? Достаточно. Вот. Вспомню, понравилась очень классная. на котором все визуализируют, а после стрелочки нажимаешь вот «добрать», «добрать», «добрать». Потом после идеи и скончалась. Но намного проще, но все лучше визуализируют. Давайте перейдем на… Вот и есть. Успелись. Короче, уже три раза первый успеваешь. Это тоже самое. Давай интерактивно про то, чтобы… Все равно внешне. Правильно? Достаток. Все-таки идеи не потрясаю. Знову поменялся. Два раза. Не влез. Сейчас, вот тут секунду. А идея, скажи, то, которая тут в зал вшита для мерчения, ну, нормальная, да? Да. У X-кода вообще такая перехода. У X-кода вообще такая перехода. А она отвечает только за эту историю. Тебя может быть… Это очень чисто. Не обязательно отвечал, потому что может быть в территории, например, какие-то картинки… Да. По-моему. Хоть на соседниках работы. Ну, я имею в виду подтверждение, там нельзя нам быть в какой-то свой спор, но и вообще… По-моему, в общем… Да. Да, мы это всё… Да. Да. Да, ты, например, на уроках фото какие-то есть? Все есть. В общем, как… А, друзья… Рассказываем, Санкт-Петербург, что-то, по-моему, есть… Длин… свой модуль. Давайте сделаем попытку номер 5 и попытаемся вставить папку сорцов. Так, это 20. Я копирую сорцы. И пытаюсь вставить их в проект свой. Сейчас, погодите. Вот, под люкой. Не хочет она так вставлять. Она их переименовывает. Сейчас я подумаю, как это проще сделать. Проект непростой, да? Нет, у меня общий проект. Просто красный алгоритм. Ошибка на имен. А, она тоже. Если мы можем все коммитить в один и тот же проект, у нас все будет обновляться. Насколько это правильнее? В смысле? Твой модуль только будет обновляться. Ты будешь только в свой модуль коммитить. Тебя ограничат права. Я понимаю. Сейчас я напишу мне нехорошие с вами, в полной самой обе общей. А я же закрою доступ на коммитер. Ты не сможешь коммитить. Ты будешь коммитить только на свою ветку. На свою ветку, да. Ты сможешь сделать обранчевацию? Нет, ну, значит, нет, подождите. Значит, я логику правильно спорю. Можешь, как Россия, да, сделать, но смотри. Я все это... Собственно, сделать свой бранч, чтобы она потащит, а потом сделать его реквест. Сейчас надо подумать, как его более правильно сделать. Тимбур. Просто перенос наших сердцов. Нет, нельзя так сейчас делать. Ну, вот я же хочу их как... А ну, видишь, она их как-то чуть-чуть не очень красиво вставляет. Ты нормально вставил? Я нормально вставил? Да. У меня просто, видишь, моя идея, наверное. О! Теперь сработало. Первым нужно перенести сорцы с вашего проекта в ваш модуль. Ну, и сделать коммит. Коммит и пуш. Давайте попереносим. Ну, чтобы сразу все сохраняло. А если там, например, социации, они еще не станет не готовы. Не все, кто может быть в вашей состоянии. Плохо? Нет, но на время все равно в рабочем они не дописаны. Ну, могут же все равно какие-либо сады. Правильно? Ну, просто... У меня ошибки, у меня ошибки. А у остальных нет. И все равно скомпиливается проект. Правильно? Нет, проект скомпиливается, да? Ну, еще страшно. А можешь его потом добавить и допустить? Я, наверное, потом... Просто у меня уже есть проект, я хочу как бы его там дальше продолжать и... Ага. Блин, а вот у меня неправильно все-таки. У тебя там было, я сказал, твои тесты были неправильные. Нет, нет, нет. У меня не схавало от этой директории. А, не схавало? Угу. Сейчас. Умогу это. А тесты тоже переносишь? Все, давай, ты же смотришь. Ну, давай, ты же переносишь. Да, можно. Так, у нас сердце... Вот, тогда... Да, сошли за правой. Там уже есть? И нормально. Тесты не имеются. Да. Что-то все красное. Что у нас красное будет? Ну, вот, что увидишь. Конфликты подрезали. Это надо убрать. Вниколепно было смерть. Продолжение следует. 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 Все. Наборались. Скорректно. Утил сюда. Здесь наши пакеты с маленькими буквами. Они находились в тесто. Все будет. Вот эти... Ну, они предупреждают. Ну, они предупреждают. Если их можно удалить... У тебя получилось... Ну, вроде вот они отработали. Если тесты отработали, значит... Тесты отработали. Ну, так... Эту джаву схавало. А эту нет. Понимаешь, почему? Потому что в папочке тестов должна быть другая папочка джава, которая должна была... А, вот я. Ну, что у меня до этого, когда я автоматически не создавал? Так. Скорректно. Сейчас. Сейчас. Папочки. Тест должна быть папочка mail. Папочка T, должна быть папочка с сердцем. Она не помечена. Гурналы математических откладывается. Но это будет только в том случае, если правильно расставлена архитектура. Правильная архитектура, это вот. Вот так. Спасибо. У тебя не дома? Да. С комитетом. Я хочу открыть пару коллегам, которые у Малакана было, которые я еще не спушила. Я не знаю, как это делать. Еще. Еще. Так. Так. Это есть. Теперь вам снова нужно все свои изменения запушить. Да. Я вот сделал, как ты сказал, что Java тест, и она мне теперь не хабрит ее под тестом. Правильно. Где? Где что-нибудь? Потому что ты сначала... Сначала перенес папочку Java, а потом сделал ее тестом. Правильно? Наверное. Сначала создал, а потом... ... 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 Т Все просто. Чтобы посмотреть, пользуйтесь командой Гид Статус. Так, один проект. Все. 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 Странно, но тут свой смайли здесь стоит. Что-то слетели они. Воспринимала шау восьмое, вот пятое. Воспринимала шау. Вообще меня изводят. У вас нормально? Компилится все? Ну и тесты отработают сейчас, да? Это ж хорошо. Сейчас я попробую заубирать. Есть, есть. Да, это окно. У меня компилится, работает. Отлично. Сделали пул и пуш? Да. Не знаю, успел я. Со своим кодом. Раза два не успела, а третий. Да. Уже. 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 Удалось, Саш? В процессе? Давай сделаешь, потом я себе изменю. А что вы не понимаете? Есть изменения на летал? Сейчас. О! Да, она запускается. Нарочи. Надо выбрать. Ну, это же, да. Самый нормальный. Все. Все. Худ. Шенькушка. Как туда попасть? Все. Есть. В общем, сейчас я собираюсь вот так. Расслабиться. Субтитры делал DimaTorzok что я делаю я делаю gitpull все нормально запунило делаю git push все теперь что мы да да можно делать simpull push да желательно options merge button danger zone то есть то что может попортить ваш репозиторий все остальное в принципе можно забыкапить будет low limit limit так надо вспомнить брэнш мастер протекти брэнш запросить ревью пул реквеста да не спинсто ну теперь по идее вы вам нужно не разрешаться пушить на ветку мастер что для этого сделать для этого вы создаете свою ветку пушите на нее и потом сделаете pull request на нужную вам уже веточку значит тут там create pull request base то куда вторая откуда тут она как бы Ничего нету Никаких веток, поэтому оно не дает Ничего сделать Хорошо Общий проект есть Один проект Да, это будет плохо Потому что могут быть конфликты Но это хорошо, почему вы научитесь Работать в одном проекте Так как проекты Они идут Один репозиторий И все над ним работают Команда большая И все может пойти не так Поэтому надо работать аккуратно Как потренироваться Тренируйтесь на ГИТе Ссылочки Ну и тут уже практика будет Что к чему У нас конфликт же только на Помовском Может быть У каждого свой модуль Ну да, но по идее У вас конфликтов не будет, почему Потому что я не буду разрешать Если вы будете делать какие-то изменения В общем репозитории, то нет Такое не делайте И не лезьте в папки других Чтоб там, да, еще не менять Вы сможете все запустить Посмотреть, что делают ваши товарищи То есть все без проблем Они пушат У вас есть к этому доступ Там ветки разные будут созданы Вы тоже можете По бранчам переключаться Когда мы пушим мастера Мы пушим и все ветки Правильно? Нет, когда ты пушишь мастера Ты пушишь только мастера То есть я по веткам Например, Саша создал ветку свою Я не могу смотреть из его изменения Пока не запушу именно его ветку Запулюсь Да, запулю Ты можешь делать китпул И оно потянет все ветки Все ветки, да, без пулов Просто гиппул origin, да А потом переходишь, смотришь Что там Что он сделал Но удобнее работать В одном репозитории Сразу говорю Не надо клонить Переключился на ветками Запустил и все И теперь, когда дома пойдем Говоришь, что Пул реквест И не дайся Да, кидайте ссылку на пул реквест Оно в принципе Мне будут приходить извещения На гид Но вы можете для перестраховки Что-то Я могу вам какие-то комментарии Написать Так, дженерики Дженерики мы что-то не успеем Сегодня с вами сделать Давайте посмотрим Тогда стринг Стринг и его проблемы То есть Создание нового стринга Конкатенация Штука прикольная Поставили плюсик, сделали Вызвали метод конкат Все сработало Но это чревато последствиями Какими последствиями это чревато Давайте посмотрим Я создам папочку Назовем ее String Создам файлик Назовем его StringTime Добавим Пускай добавляется PublicStatic Point Как замерить время В классе System Есть такая CurrentTimeMillis Либо NanoTime Одно возвращает Наносекунды Другое возвращает Миллисекунды Миллисекунды Возвращается Начиная Отчет С 1970 Года А Nano Секунды Возвращается Начиная Отчет Как-то Она смотрит По вашему процессору Когда он был запущен Так вот Количество этих Миллисекунд Помещается Вонг Поэтому Большой запас Еще Возвращается Пару лет назад И Обычно Все Вылетел Перестал Работать Это Когда Было Где-то 2011 Или 2012 Водой Все Инд Изчерпался Поэтому Пошли Вонг То есть По сути Судри С 1970 Года Прошло Давай Нет Что ты не хочешь Java Task Source Release Replace Target Please Падла Судри Судри Убило У меня на рабочей машине То же самое Выбило Я плюнул Просто Иначе На маке Покорабатывать Судри Есть... Нет... Так, это... Не... Не хочет мне. Идея у меня выёживаться начинает. Ладно, сейчас я сделаю то же самое, но сделаю это в старом проекте. Дома сейчас придёт, чтобы время не тратить на настройки. OpenResence. Простите. 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 Хорошо сделать это с расрут. по поводу сколько времени прошло запустим так уже много прошло, но он еще больше запас имеет числа, то есть это за 40 лет чтобы нам замерить сколько времени прошло по сути мы должны зафиксировать точку входа исполнения и точку выхода и разницу посмотреть, то есть по сути нам нужно будет что-то типа long start и finish south finish минус start и тут мы будем создавать string я пишу string as, инициализирую ее и пишу цикл for и пускай поставим 1000 элементов и в этом цикле я буду проводить такую вот штуку как конкатенация, то есть брать предыдущий string и добавлять новый давайте еще чтобы все было красивенько видно мы еще добавлять будем пробелы хотя зачем я не буду его выводить и посмотрим сколько оно времени займет запускаем 4 миллисекунды хорошо увеличиваем на один порядок делаем 10000 можно ставить нижнее подчеркивание для удобной читаемости 10 тысяч чуть чуть больше 100 тысяч 100 тысяч 11 тысяч 1 100 тысяч 4 1 1 1 2 2 2 4 3 3 2 java в основном не открывает доступ к такими низковременными операциями вот 7 секунд ушло на то, чтобы создать 100 тысяч стрингов то есть это же каждый раз, каждая конконтонация это создание нового объекта string 100 тысяч и он в этом цикле, этот каждый объект еще живет постоянно ну как они живут, они создаются каждый раз, но ссылка на него теряется на предыдущий по идее garbage collector придет и его заберет он тоже забивает, да, защищает память но он защищает и они всегда пока есть давайте 100 тысяч, о миллион запустим тут было 27 секунд, миллион и для сравнения мы сделаем что? то же самое сделаем со string builder self string builder time вы думали, что я вас обманываю, этот пока идет я скопирую это все сюда сперва создам метод main и буду работать не со стрингом а буду работать стрингбилдером еще стрингбилдер new стрингбилдер и тот мы инициализировали пустой строкой это тоже про инициализировали после чего в цикле я буду говорить builder добавь мне пожалуйста и у builder свой метод и под конец у builder есть метод который называется toString который возвращает строку мы даже можем создать объект стринг s так вот и запустим эту операцию на 10000 он в отдельном окне запустится 4 ну то же самое в принципе там тоже будет уже нечестно процессор надужен ядер хватает запускаем запускаем 100 тысяч 46 миллисек там было 423 не там было 27 или сколько там было 27 секунд правильно миллион миллион тут миллион у нас еще не отработан тут миллион допустим 14 140 миллисек 140 миллисек ну довольно таки быстро меньше секунды отрабатывает тут миллион еще работает он будет работать еще кредично долго есть еще что у нас string буфер есть да давайте еще его заменим все будет делаться так же самое string buffer time возьмем string builder скопируем все эти штуки string buffer вставляем и меняем string builder все методы те же самые давайте даже переименуем на buffer и запустим 10 миллионов и запустим 10 миллионов и запустим 10 миллионов запустим полторы секунды чуть-чуть медленнее ну это ж выбор секунды все очень очень близко к диапазону string еще работает вот уже создавали ну вот она такая затратная операция по string не очень хорошая это наглядный пример почему не используйте конкатенацию что еще могут делать могут делать такую ошибку как а так не делайте почему потому что вы тут создаете внутри string он даже вам говорит что напомню если вы хотите сделать так вызовите либо внутри метод append либо сделайте это явно буфера то есть почему можно было сделать тут потому что он возвращает такой же самый объект вот append возвращает объект string буфер и вы в нем его меня как это можно все сделать более универсальным можете написать свою утилиту ну не утилиту свой класс который будет замерять время создадим пакет утил в этом пакете утилс создадим класс ставим утилс и скажем что я хочу замерять время каким то образом как мы будем замерять время нам нужен будет метод можем его сделать public static void count time этот count time будет принимать какой то action и у этого action будет вызывать метод грубо говоря run action я не знаю что это у меня нет action но он мне предлагает его сделать добавить я чтобы он мне не предлагал нужно найти time action вот так мы будем принимать какой то условный action мы будем вызывать метод run я сделаю интерфейсом создать класс интерфейс создать интерфейс time action здесь его и можем сразу когда нажмем на run он его создаст метод run time action что он нам будет делать это какой то интерфейс который мы можем от которого мы можем унаследоваться и задать выполнение метода run а метод run уже нам что то вернет вернет он нам какой то такой вывод time ну что то что да как мы можем использовать его в string buffer создать отдельный класс вынаследоваться от интерфейса ради того чтобы сделать эту операцию не очень целесообразно мы сделаем по другому мы будем вызывать класс time его будем вызывать метод count time который принимает какой то action создать интерфейс new time action я по сути не могу но я могу сказать что я передам этот интерфейс внутрь это называется анонимный класс класс которого не существует вы можете сюда передать создание какого то интерфейса но обязательно будет чтобы вы в нем переопределили какой то метод я говорю окей я хочу сделать эту вот штуку метод run у меня будет это создание буфера и прохождение по циклу 10 миллионов раз и возвращение строки если я это запущу у меня все отработает это покажет время 1.8 тут показывается серенький что такое серенькое серенькое это значит что вы что то можете упростить упростить это можно с помощью java 8 там появились такие штуки может быть вы слышали как лямбду лямбду помогают заменить анонимные классы интерфейса лямбду можно применять только к функциональным интерфейсам что такое функциональный интерфейс функциональный интерфейс это интерфейс в котором содержится всего-навсего один метод абстрактный то есть бывает еще default static один абстрактный метод если это есть так то вы можете вместо всей этой операции сделать такую вот штуку вы говорите что ну count time он как бы понимает я могу принять только time action и поэтому вы говорите я хочу у этого интерфейса метод который ничего не принимает там же пустой да вот time action там есть только один метод этот метод я хочу реализовать таким вот образом вот и вы пишете в скобочках реализацию этого метода если ваш метод реализует только одну скажем так одну строку только требует то вы можете писать это без фигурных скобочек можете там сделать sound 1 написать вот так вот и когда вы вызовете этот метод он вам выведет единицу и покажет сколько времени это заняло если же реализация кода занимает много строк вы пишете вот так вот если метод что-то возвращает вас никто не запрещает написать return ну тут тоже можно воидовский return сделать return ничего это выход из метода истон воидовский то есть все вот это вот java 8 такой интерфейс функциональный никаких аргументов не принимает что-то делает ну в данном случае ничего функциональный интерфейс time action можно пометить аннотацией functional интерфейс что это позволяет чем-то похоже на аннотацию override мы ставим аннотацию override в том случае если мы хотим перестраховаться что мы действительно правильно что-то делаем переопределяем в случае если будет так то int так уже так уже не получится сделать то есть метод то вы добавить можете но в таком случае ваш интерфейс уже не будет функциональным почему потому что в данном случае он не будет знать какой из методов вы хотите вызвать тогда только один метод да то есть вы ставите аннотацию в свой functional интерфейс и все у вас будет ошибка компиляции один метод разрешаем да без проблем твой интерфейс действительно функциональный так как он содержит только один абстрактный метод если он содержит больше абстрактных методов то sorry никак нельзя это появилась возможность java 8 до 8 java такое сделать было нельзя что у нас стрим до сих пор идет то есть то же самое мы можем сделать и для стринг билдера и для стринга просто я беру и меня это time it kills единственное что я делаю так вот ctrl x подчеркивает интересно говорит какой дубликат кода я говорю да я знаю ставим другую строку дубликатов кода нет дубликатов со стрингом в принципе тоже самое можно сделать стринг time ok только тут я буду создавать строку и буду с значочек даже видно что лямб используется override override какой то между то есть вы сразу в аргументе можете за override что не обязательно с лямбой можно просто через override ну как то так но теперь что у вас есть метод который замеряет время у вас есть интерфейс который вы можете наследовать чтобы замерить это время любую операцию дома у вас на этой неделе будут сортировки надо будет пописать и вы можете с использованием этого интерфейса проверить скорость каждой сортировки там будут три сортировки они конечно все медленные там сложность алгоритмов всех одинакового но все таки по скорости немножко вы можете сразу проверить кто как отработал завтра мы рассмотрим с вами дженерики добьем их уже покажу что сделать и рассмотрим как самому сделать классы похожие на этот string builder string buffer они реализуют паттерн проектирования который называется builder строитель и он позволяет создавать объекты вот таким вот образом вычурным что это вам позволит это позволит работать с immutable объектами то есть вы можете создать свой неизменяемый класс в неизменяемом классе будут какие-то поля final то есть поля который нельзя переприсвоить если это поля final то его надо будет сразу инициализировать в конструкторе и по сути для него нельзя будет использовать какие-то setter мы посмотрим там будут некоторые нюансы когда нужно будет использовать setter когда нужно их использовать а их нет что делать в таких ситуациях если мы рассмотрим завтра а очередь будет очередь да посмотрим очередь там ничего сложного нету тот же самый linked list просто который дополнительные методы появляются а дальше мы если будем смотреть деревья хорошо позже ну вот на домашку на этой неделе у вас будет очередь сделать свою ну как сделать очередь вам просто нужно будет два интерфейса queue и deck унаследовать от листа а не от листа от collection и ваш linked list имплементить будет не только ваш лист но еще и будет имплементить дополнительный интерфейс deck двухстороннюю очередь а тут в свою очередь наследует очередь масло масляным получается ну это появятся дополнительные методы дерево будем рассматривать будем писать свое а и завтра еще посмотрим бинарный поиск там ничего сложного дома его тоже реализуете но с помощью дженетика формы без сложности да да словно с алгоритм ну там ничего сложного в этом нет кроме слова все попытайтесь попытайтесь что сделать отдохнуть да попытка не пытка всем спасибо спасибо